Дмитрий объявляется открытым! И под ваши аплодисменты я сейчас сюда позову спецгостя, сразу же. Он даже об этом еще пока не знает, но я надеюсь, что он у нас молодцом и готов всегда с низкого старта. Он только позови на сцену и сразу побежит. Ну, в общем, короче говоря, ребят, в двух словах, прежде чем я его позову, у нас будет закрытие проекта «Критикомани» 3 ноября в четверг в Клубе Швайн. Если кто-то хочет прийти посмотреть это шоу, приходите, это поэтическое шоу, там можно покомментировать из зала, там можно сказать поэту «Ваши стихи говно». Конечно, нужно обосновать при этом, почему говно, на каком основании, иначе прилетит бумеранг, я это люблю говорить всегда. Проект снимался, в общем-то, телевидением. Проект уже такой, довольно-таки, с бородой, ему уже второй год пошел, он держится на плаву. Я его перевожу в разряд эксклюзивных с января месяца, он будет один раз только в месяц. А сейчас пока вот будет закрытие 3 ноября. Если хотите, приходите, можно покомментировать. Комментаторы там точно так же, как и поэты. Поэт, занявший первое место, там получает денежный приз. А комментатор тоже получает денежный приз, если вы будете эрудированы, интересны, остроумны, умны, глупы, смешны, как угодно. Вот, ну, активны, короче говоря. Там можно получить денежный приз. В общем, 3 ноября. Не забудьте, 3 ноября. Вот. А сейчас я на эту сцену хочу пригласить победителя последней критикомании. Человек, спецгость. Вот, это спецгость. Я уже ему даю возможность собраться быстро, чтобы он смог зажарить вас всех своим творчеством. Он победил. Победить на критикомании это дорогого стоит. Там тебя отчаянно клюют критики. Злой, добрый, объективный. Это шоу, конечно же. Вот, ребята разбираются в том, что они делают. И это не просто поэзия в чистом виде. Ну, она и не вторична там, конечно, но это шоу. Вот. И на последней критикомании у нас был победитель. Вот, фотограф у него уже целится. Да, у нас сегодня наш фотограф, как всегда, Вероника Плеханова. Давайте ей поаплодируем. Она сегодня у нас с такой... Как сейчас это назвать? Назовем это оптический прицел. Она сегодня с оптическим прицелом у нас. Мне только в глаза, пожалуйста, сведи. Вот. И у нас сегодня видео снимает Матвей Коновалов. Давайте ему тоже поаплодируем. Благодаря этим двум ребятам мы с вами сегодня все окажемся в истории. И, ну, нам будет есть о чем вспомнить лет через 50. Кто-то живет. Итак, под ваши аплодисменты победитель последней критикомании открывает сегодняшнюю нашу программу. А то бишь свободный микрофон, марафон под номером 33. Александр Маринеско! Встречайте! Добрый ветер всем. Нас много. Это здорово. Я тогда с хорошего начну, а потом как пойдет. Великая суббота. Блаженны те, кто духом нищи, иным беда. Сегодня прав ты, Фридрих Ницше, как никогда. Бог мертв. Отрекся трижды Симон, который Петр. Но стало так невыносимо, что он допер. Нельзя всецело полагаться ни на кого. На друга, на семью, на нацию, на самого себя подавно. Так что, дети, не надо клятв. Клянется кто-то вам, приметьте вот этот взгляд. Сейчас он верит очень искренне в свои слова. Но и трех раз петух не выкрикнет, как голова его погрузится в сомнения, а сердце в страх. Все то, в чем был он так уверен, теперь лишь прах. Мы как супруги ненадежны и как друзья. А детям верить разве можно? Увы, нельзя. Ну, кто же? Кто достоин веры? Большой вопрос. Нет, был один, по крайней мере, но то Христос. Есть такое стихотворение. Я думал, как назвать, потом я уже об этом говорю периодически, что нашел умное слово в Википедии, как это явление называется. Это называется монохромазия, когда... Ну, такое нарушение зрения, когда все становится черно-белым, цвета исчезают. Это как бы не дельтонизм, но на вроде. Итак. Долгий путь проделав совсем налегке, Теперь ты счастлив вполне. Оставляя следы на черном песке, Ты подходишь к серой волне. Твои легкие-легкие йодом полны, Семипедом один ответ. Вот уж солнце, всплывая из глубины, Красит воду в шаровый цвет. Ты теряешь цвета точно так же, Как звуки потерял в свое время Бетховен. Серебристый загар покрыл твои руки, Океан и тот монохромен. Если нету монет, Из кармана достань черно-белые, Мокрые доллары и бросай. Запомни теплую рань, Эти скалы стальные, голые. Даже если больше не вспомнишь их цвета, Ни о чем не жалей сейчас. Все равно ведь не вспомнить Ни моря, ни лето, Ни красивых пепельных глаз. Как прекрасно все, что теряет цвет И уходит от нас безвозвратно. Потому что красок ярче и нет, Чем памяти белые пятна. Ну и просто, чтобы вы не подумали, Что я прям вот, ну вообще, Вообще такой депрессивный. У меня есть и что-то хорошее, Я прям даже вот найду, В смысле приятное. Счастье называется. Вот. Она где-то есть, А вот пока я ее ищу, Я вот чем-то пытаюсь занимать... А, все, уже не надо занимать Ваше внимание, я нашел. Итак, счастье. Счастье — очень простая среда, Но никак не простые числа, Ибо делится без труда На двоих, не теряя смысла. Счастье значит, Одна на песке босиком провожает закат. Счастье — это рука в руке, Двое смотрят на снегопад. Счастье — знать, что третий не лишний, Групп четвертого видеть в строю, В пятером соседские вишни Воровать на потеху свою, В шестером в жигули забраться И уехать нахрен отсюда. Счастье — это, когда вас двенадцать, Но никто из вас не Иуда. Счастье — это сто миллионов С березовым соком в крови, Говорящих в эпоху смартфонов На моем языке о любви. Есть идея, согласно которой Счастье может быть и слепым, Как ночной полет по приборам, На доверии, в общем. Летим? Для меня это не загадка. Знаю тайну, мне повезло. Счастье делится без остатка Вообще на любое число. Еще одно стихотворение Так, ну, на такой военно-морской манер Называется «Прошу добро». Зачем мы так сильно боимся смерти? Ведь научил нас Экзюперин, Что каждому выдадут по планете. На ней что хочешь, то и твори. Хочешь — гуляй, убивайся властью, Хочешь — зажигай, дегаси фонари, Хочешь — врага разорви на части, Но никому о том не говори. К примеру, мой собственный астероид Будет, наверное, покрыт водой, И я на нем для себя устрою Всемирный потоп, а сам буду ной. Построю корабль и устрою кастинг, Реалити-шоу «Попади на ковчег». И каждая тварь пусть себе по масти Ищет любимых, таких же коллег. Условие жесткое. Поодиночке я никого не пущу на борт, А вода прибывает. Последней ночью нахлынут Толпы испуганных морд, И нас возьми, мы почти похожи. Ну да, я кот, а она змея. Великий ной, что за страшный? Вот почему ты не всех их взял. Корабль спущен, команда в сборе, Несчастных оставим на берегу, Отчалим в бескрайнее синее море. Да как ты так можешь? Могу, могу. Когда, наконец, мы достигнем суши, На берег сойдет мной избранный народ. Новые лица, новые души. Господь, мы пришли. Дай добро на сход. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне уже уходители. Так, ребята, у поэтов 5-7 минут. Я думаю, что да, уже 7 минут прошло. Спасибо. В общем, я нахожу. Александр Маринеско, это был. Спасибо, Саша. Ребята, огромная просьба. У нас все-таки марафон. И давайте уважать друг друга. Некоторые по 11 минут поэты на сцене. Вот видите, Саша, вот он сам вспомнил. А некоторых не выгонишь со сцены. Я, конечно, понимаю, все хотят творчески реализоваться. Но на это есть время, чтобы все успели просто.